Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня очень важный день для всех финансовых рынков, потому что сегодня состоится заседание Европейского Центрального Банка. И стоит отметить, что это первое заседание после того, как ЕЦБ окончательно вышел из долгосрочной, очень длительной программы количественного смягчения. Пожалуй, самый важный, главный вопрос, который сейчас заботит трейдеров, спекулирующих европейской валютой, это что будет делать ЕЦБ дальше с монетарным курсом. Будет ли все-таки ужесточать монетарную политику, либо с учетом последних новых вводных, явно ухудшившейся экономической конъюнктуры, признается ли сообразность и необходимость сохранения этой самой политики мягкой. Я надеюсь, друзья, что вы все знаете мою позицию, я от нее ни в коем случае не буду отказываться. Я адекватно, на мой взгляд, оцениваю все эти риски, которые имеют место быть и непосредственно в рамках валютного блока, и риски, которые очень актуальны сейчас с точки зрения оценки внешней экономической конъюнктуры. Вот сегодня, когда мы будем говорить про курса евро, попытаемся спрогнозировать то, что может показать этот инструмент в рамках текущей торговой сессии, мы снова вспомним, на каком сейчас этапе и в каком состоянии находятся переговоры торговые между Европейским Союзом и США. Правда, вспомним мы немножечко в негативных тонах, потому что вчера на рынок пришло сообщение со ссылкой на очень высокопоставленного чиновника Европейского Союза о том, что Европейский Союз должен быть крайне бдителен и должен быть готов к сопоставимым, к справедливым, что ли, ответным действиям на новые пошлины и тарифные угрозы со стороны США. Конечно же, странно было слышать этот комментарий, учитывая то, что летом вроде бы как США и Европейский Союз договорились и взяли на себя обязательства больше не волновать общественности, рынки взяли на себя обязательства и пообещали не переходить и возвращаться к этим агрессивным действиям посредством установления новых торговых барьеров. Ну, видимо, друзья, не все так просто. Напомню, что прямо сейчас Соединенные Штаты Америки изучают вопросы в плане оценки в долларом выражения объема в поставке европейского автопрома на территорию США. Это вроде бы как итоги должны быть озвучены уже в феврале и в феврале, скорее всего, мы вернемся снова, я уверен, к обвинениям со стороны Трампа в адрес Европейского Союза, точно таким же по содержанию, какими он оперировал в адрес Китая, о том, что Европейский Союз немножечко оборзел в плане недобросовестных торговых практик и абсолютно несправедливой политики в плане пошли на взаимные поставки автомобилей. Этот риск, друзья, не стоит недооценивать. Конечно же, он гипотетически пока что, но согласитесь, с учетом того, что сейчас происходит в европейском автопроме, немецком автопроме, с учетом просадки промышленного сектора, к чему может привести реализация этого риска, если США возьмутся за Европейский Союз, как когда-то они взялись за, собственно, Китай. И если Европейский Союз попробует тоже огрызаться, как это делал Китай, что только еще больше, разозлить Соединенные Штаты Америки. Поэтому начало этого года, друзья, первый квартал, я надеюсь, что по самым важным событиям, на которые мы ориентируемся, вы помните, что это очень насыщенный квартал. Нужно, безусловно, быть крайне внимательным к тому, что происходит на рынке, контролировать загрузку депозитов, ну и, конечно же, не агрессивничать в плане торговли. Давайте посмотрим на экономический календарь сегодняшнего дня. Начнем мы день, и, наверное, преимущественно сосредоточимся сегодня на еврозоне, на заседании Европейского Центрального Банка. Ставки у нас 15.45, естественно, разумеется, никаких изменений там произойти не должно. Интересует нас пресс-конференция, драки, которая состоится через 45 минут после этого в 16.30 по Москве. И вот тут, конечно же, если не он сам озвучит планы регулятора, за который ответственен по монетарной политике на будущие периоды, то СМИ, которые будут присутствовать на этой пресс-конференции, выводят у него информацию, задут ему необходимые вопросы, интересные для нас по поводу того, что будет с ставками. Что может предпринимать Европейский Центральный Банк касательно, скажем, альтернативных дополнительных инструментов экономического стимулирования. Здесь я делаю мягкий анонс операции ТЛТРО. В принципе, я думаю, что они неизбежны, особенно с учетом тех изменений, которые произошли в экономике в последние месяцы. После пресс-конференции драки, сфокусируемся на статистике по штатным PMI в производственном секторе в 16.45 по московскому времени. Это очень важный релиз, потому что, став медведями по доллару, друзья, мы сейчас очень старательно ищем в ключевых секторах американской экономики предпосылки, сигналы, либо предвестники, что ли, скажем так, будущей экономической слабости, из-за которого ожидания мрачные по перспективам роста экономики США таковыми и останутся. Производственный сектор, безусловно, ему отводится значительная часть в определении динамики в плане вклада в экономическое восстановление, поэтому этот отчет мы ни в коем случае не проигнорируем. 18.30, друзья, запасы нефти США. Прошу прощения за то, что я делал акцент на эту статистику вчера. Я, в принципе, друзья, снимаю у себя ответственность за эту оплошность, потому что я ориентировался на FX Street, экономический календарь, и видел там четко, что данные по изменению запасов должны быть опубликованы в среду. Хотя прекрасно понимал, что из-за дня рождения Мартина Лютера Кинга, выходного дня понедельника, статистика должна ехать ровно на сутки вперед. Но, возможно, из-за шатдауна, из-за приостановки работы ряда госучреждений допустил то, что что-то поменялось в плане выхода статистики, и, возможно, по плану нас ждет этот релиз. Ну, буквально под конец вчерашнего дня обнаружил то, что все-таки должно все быть, как и ожидалось изначально, с учетом выходного дня в понедельник. То есть, отчет по изменению запасов мы ждем сегодня. В отношении нефти, конечно же, сейчас поговорим еще по запасам нефти, по данным Американского института нефти. Но еще одно, друзья, важное событие, тоже его нельзя упускать, я, правда, не могу назвать конкретное время, потому что в экономическом календаре оно еще не обозначено. Но это должно произойти сегодня, состоится голосование по законопроектам с целью все-таки преодоления шатдауна в США. Это очень важное событие. Я думаю, что его можно таким прицепчиком прицепить к составу волатильности, связанной с решением Европейского центрального банка по ставкам и пресс-конференции после этого. Соответственно, если вы спекулируете долларом, я думаю, что даже если не спекулируете определенные решения, то о чем договорятся республиканцы и демократы, появятся ли сегодня предпосылки для прекращения шатдауна, это, конечно же, спровоцирует очень мощную реакцию на финансовых рынках. Я допускаю, что, скорее всего, друзья, у нас будет сначала возможность с вами отработать пресс-конференцию Драги, и потом уже на остаточном эффекте, когда рынок более-менее успокоится, с учетом американской сессии на рынок должны прийти новости и по шатдауну. Поэтому сегодня нам нужно быть крайне внимательными и очень сосредоточенными фактически весь день. Нефтянка, друзья, 60-73, в частности, снижение нефти обусловлено страхом из-за перспективы экономического роста на фоне последних прогнозов от Международного валютного фонда, с учетом докладов и от Администрации аналитической информации, и от Международного аналитического агентства тоже. В общем, неоднозначные данные для скептиков. Это сигнал того, что все-таки пока на рынок не придет новость о том, что США и Китай договорились, можно не отказываться от идеи продаж нефтянки на опасениях за глобальный рост и, соответственно, за спрос на углеводороды. Я пока что советую не цепляться за этот долгосрочный фактор, потому что, наверное, еще успеем к нему вернуться. Сейчас это не так актуально. Поддержку вчера продажам именно оказал еще и отчет по запасам нефти от Американского института нефти, то есть от АПИ. Запасы увеличились на 6,5 миллиона и в моменте мы видели по реакции то, что действительно продавцы активизировались. Сегодня, друзья, мы ждем уже официальные данные, которые будут публикованы в 18.30 от Администрации аналитической информации. Как всегда, ориентируемся на прогноз Global Plats. Ожидается, что запасы, скорее всего, снизятся на 0,6 миллиона, на 600 тысяч баррелей. Если эта статистика как сценарий выхода будет подтверждена, этот сценарий реализуется, то у котировок появится локальный фактор для того, чтобы снова вырасти. По итогам прошлых недель, когда опубликовались данные по изменению запасов, мы помним, что отклик в динамике рынка все-таки находился. Ну и еще один фактор, который также не стоит сейчас упускать из внимания, это возможные санкции в адрес аналитического сектора Венесуэлы. В частности, Трамп буквально накануне признал временным президентом Гуиада и что-то вроде обозначив нелегитимность курса Мадора. И поэтому страны, которые, в принципе, сотрудничают с этим политическим, ну, лидером в кавычках, скажем, возьмем, находятся под угрозой оправданного, казалось бы, установления, собственно, санкций, которые грядут вот со стороны США. И по позиции администрации американского президента эти санкции могут быть введены чуть ли не в самые ближайшие дни. Ну, я надеюсь, что вы помните, к чему это, ну, и знаете, понимаете, к чему это в конце может привести. Конечно же, это не такая ситуация, как с Ираном, когда мы говорили о санкциях США против этой экономики. Но сейчас Венесуэла все-таки сохраняет за собой статус одного из довольно весомых участников всего энергетического рынка. Поэтому, конечно же, санкции против Венесуэлы можно рассматривать как риск для снижения глобального предложения. И вот вам, пожалуйста, вытекает локальный фактор потенциальной поддержки, который также может вступить в игру в ближайшее время. И поспособствует тому, чтобы мы, друзья, сделали цель 65 долларов за баррель, которой руководствуемся, в принципе, уже очень давно. Да и, в принципе, рынок пока что нас не расстраивает. Чтобы далеко не отходить от рынка нефти, давайте поговорим о канадце, который, как вы знаете, является валютой, отвечающей за регион, для которого нефтянка является одним из основных экспортных ресурсов. Вчера день был очень волатильный для канадца. Большую часть дня мы видели, как пара доллар-канадец снижалась, оказалось, что в районе поддержки 1.33. Однако, как только вышли данные по роничным продажам, инициативу быстренько перехватили медведи, отыграли все понесенные потери внутри дня и умудрились затащить пару непосредственно под уровень 1.34. Причины, как я уже отметил, слабые данные по роничным продажам, минус 0.9%. Очень сильно контрастирует этот отчет с динамикой индекса потребительских цен, который мы разбирали буквально в минувшую пятницу. И если руководствуется логикой, конечно же, можно было предположить и следует ожидать всегда, что при высоких показателях инфляции следует вывод о том, что индекс CPI обязан опираться на очень хорошую розницу. Но никак не на такие удручающие показатели, как мы видим. Но, к сожалению, я не знаю почему, в ситуации с Канадой данная логика себя не оправдала, и данное соответствие, скажем так, не подтвердилось. До давления на канадца оказали еще и комментарии Стивена Полоза, который возглавляет Банк Канады, снова обозначившего негативные последствия для национальной экономики в виде снижения цен на нефть, в виде торгового конфликта США и Китая, и в виде довольно слабых релизов, где особенно много было сказано про высокие показатели закредитованности домохозяйств, при которых, возможно, потребители могут и не справиться с более высокой стоимостью заимствования из-за текущего долгового времени. Но это отсылка, опять же, на потенциальные изменения процентной ставки и ужесточение режима. Пока не будем ставить крест на то, что может произойти с политикой Банка Канады касательно разгона процентных ставок. Все-таки макроэкономические отчеты могут улучшиться, и не будем про это забывать. Но, друзья, для меня вот по итогам вчерашнего дня стало ясно, что канадцы сейчас, раз уж статистика не оказывает никакой поддержки. Мы получили очень хорошие данные в пятницу по инфляции, тем не менее канадец их отработать не смог. Доллар тоже метается в довольно широком диапазоне, и, в принципе, когда мы видим реальные хорошие шансы, чтобы отыграть снижение курса доллара, канадец топчется на месте. Вероятно, мы опять переходим к выводу о том, что на канадский доллар влияет только нефть. И я допускаю, друзья, то, что мы все-таки не сможем увидеть отработки идеи, которая связана с снижением пары доллар-канадец в район 1.30 до тех пор, пока нефть бренд не вырастет до 65 долларов за баррель. Пока этого не произошло, я предлагаю все-таки отказаться от коротких позиций, поставить уже на рост пары через отложку buy stop с отметки 1.3360 и ориентироваться, ну, в качестве ближайшего ориентира, друзья, это на уровень 1.35. Фунт против доллара 1.3093, это хайк, который зафиксирован накануне, сейчас котировки чуть пониже 1.3072. С учетом того, что фунт растет, вопреки рискам и ожиданиям того, что они должны привести к ослаблению этого инструмента, я уже даже смирился с тем, чтобы фунт стал моим личным бременем, друзья. И я пока что его все-таки потащу и потяну дальше, потому что я даже с учетом текущего роста, ну, не понимаю, чем можно оправдать такую восстановительную динамику. Я все-таки ставлю на то, что ситуация вокруг Брекзита – это не разбериха, этот политический хаос и все, что мы говорили, и про активность Корбина в адрес создания крайне неблагоприятного образа Терезы Мэй, и про отсутствие поддержки у Терезы Мэй – это тот фундамент, друзья, который я сейчас пытаюсь лично для себя использовать как оправдание того, что короткие позиции имеют больше потенциал. Я не верю в то, что рынок сейчас заряжен единичным отчетом, неплохим, конечно же, я признаю, по рынку труда, который якобы повысил вероятность того, что Банк Англии будет разгонять процентные ставки. Это, мне кажется, бред. Также, мне кажется, бредом, что британская валюта вчера выросла после комментариев Европейского Союза о том, что самый главный камень преткновения, который и стал причиной, из-за которой Палата вообще не поддержала план Терезы Мэй Европейского Союза. Это вопрос о бэкстопе. Европейский Союз не намеревается вносить каких-либо правок в этот пункт соглашения и просит Англию даже не поднимать вопрос его пересмотра. То есть, этот акцент Европейского Союза на этот пункт явно доказывает то, что никаких изменений, никаких принципиальных правок в соглашение уже вноситься не будет. Если этот документ не будет меняться, я не понимаю, почему рынок настолько оптимистичен в том, что Терезы Мэй каким-то чудом сможет убедить Палату общин, министров, депутатов, 432 человека депутата не поддержали, собственно, этот план. Как она собирается убедить их изменить свою точку зрения? Меня этот вопрос очень интересует, но не волнует, наверное, что очень важно, потому что я склонен именно к активности по фунту только через короткие позиции, и я уверен, что эта идея еще принесет свои плоды. Если ваши депозиты, друзья, вам не позволяют терпеть просадку, но тогда, возможно, вам стоит иначе взглянуть на то, что происходит с британцем, и в порядке только лишь собственного интереса я, к сожалению, вам здесь ничем не смогу помочь, в плане того, чтобы объяснить, почему фунта нужно покупать. Если вы нашли аргументы для этого, удачи вам. Евро против доллара 1.1384. Как я уже отметил, вчера были опасные комментарии со стороны чиновников Европейского Союза, которые несколько всколыхнули общественность и вернули на рынок идею о том, что отношения торгового характера с Соединенными Штатами Америки остаются напряженными. Сегодня, конечно же, эта тема обсуждаться, если и будет, то только, скажем, в самую последнюю очередь, сегодня участники рынка фокусируются на Европейском Центральном Банке. Мы ждем пресс-конференцию. Друзья, еще раз повторяю, из-за близости технической, я думаю, неизбежности технической рецессии в Германии, из-за серьезного экономического спада всей еврозоны, из-за того, что инфляция по-прежнему далека от целевого показателя, из-за рисков торгового характера, скажем, в национальном масштабе, непосредственного воздействия США через пошлины на Европейский Союз, и еще в виде риска глобального того, что замедление темпов роста мировой экономики также негативно отразится на еврозоне. Все это, друзья, я предлагаю использовать в качестве мотивации для драги признать сегодня важность сохранения мягкой экономической политики. Поэтому я сегодня предлагаю поторговать волатильностью. Движения будут и вверх, и вниз. Это очевидно, как и всегда, особенно с учетом тех ожиданий, которые сейчас присутствуют. Я предлагаю поймать очень выгодно рост европейской валюты, точнее использовать вероятный рост для того, чтобы открыть более интересные, более перспективные и выгодные продажи. И сделать это через отложку у селлимит с уровня 1.1450. Друзья, ждем, что все-таки по итогам дня курс окажется ниже даже текущих значений. Я ориентируюсь по-прежнему на цели в районе 1.10, 1.11 и считаю то, что по итогам сегодняшнего заседания Европейского центрального банка у нас будет больше шансов ставить на эти цели. По другим инструментам, друзья, австралиец 0.71. Австралиец сейчас позволяет нам немножко заработать, компенсировать потери на британцы. Вышли несколько часов назад данные по рынку труда. Безработица, казалось бы, снизилась. Это позитивный фактор. Но ничего подобного. В друзьях произошло это за счет сокращения численности экономически активного населения. Я бы даже сказал, что отчеты, которые вышли, они являются еще одним доказательством того, что Резервный банк Австралии имеет право снова говорить о необходимости сохранения мягкой экономической политики, потому что перспективы, как таковые, не улучшаются. Ну и сверху еще давит на Австралию, на австралийский доллар. Ситуация с Китаем. Мы ее детально уже разбирали на этой неделе. Поэтому ждем австралийца, как и было ранее намечено, на уровне 0.70. Новозеландец тоже снижается сегодня на азиатской сессии. 0.6770 котировки. Ждем в районе 0.65. Доллар иена, друзья, в районе 110. Я снова обращаю ваше внимание на то, что короткие позиции лично для меня в приоритете. И тест планки 110, на мой взгляд, это еще одна возможность, чтобы открывать, как и в случае, к примеру, с европейской валютой, открывать продажи по более интересным и выгодным ценам. Я по-прежнему уверен, что у доллара очень мало шансов, чтобы бодаться с более интересной с точки зрения защитных свойств японской валютой, с учетом того, что сейчас происходит в мировой экономике. И любые всплески интереса к доллару я расцениваю как случайный, не имеющий ничего общего, чтобы перерасти в какую-то долгосрочную тенденцию. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok